Добрый день, меня зовут Алексей Баранцев, я являюсь представителем, так сказать, компании Softwaresing.ru, которая на самом деле не такая же компания, скорее это сообщество тестировщиков и то, что вокруг этого сообщества развивается. Вот мои контакты, в конце я тоже еще раз все контакты повторю, если будут какие-то вопросы. К сожалению, конференция уже вот-вот подойдет к концу и, может быть, вы не успеете задать вопросы, тогда, пожалуйста, пишите, обращайтесь. О чем я сегодня собираюсь говорить? Я собираюсь говорить про тестирование на основе моделей. Но, честно говоря, у меня есть определенное недовольство тем, куда движется вообще эта конференция, как она развивается. Но мне кажется, что на ней очень много докладов про доминочку, про управление проектами, короче, какое-то совсем не про тестирование и очень мало докладов инженерных, особенно для опытных тестировщиков. Ну и я тоже часто делаю простые доклады, но в этот раз я решил компенсировать, может быть, даже заявить протест и сделать достаточно сложный технический доклад. Если вы обратили внимание, на нем стоит 3 звездочки уровень сложности, поэтому заранее предупреждаю, первая половина будет попроще, вторая половина будет реально сложной. Но все-таки не ужас-ужас. Итак, когда мы говорим про тестирование на основе моделей, то речь идет о неких моделях, которые мы используем для какой-то цели. Модели, естественно, что это не те модели, которые входят по подиуму, это модели, которые представляют собой что? Кто знает, что такое модель? Ну, скажите. Нечто упрощенное, да. Модель – это упрощенное подобие чего-то, какого-то процесса, какого-то явления. И она именно тем и хороша, что она проще. Благодаря тому, что мы строим более простую модель, мы боремся таким образом со сложностью реального мира, реальных явлений. Мы можем эту упрощенную модель тщательно исследовать, все ее свойства, но и установить некоторые соответствия этой модели с реальным миром. Так вот, хорошая модель должна обладать рядом характеристик, некоторые из которых здесь упомянуты, может быть, не все, адекватность. Она должна соответствовать тому, что мы моделируем точность. Она должна давать ответ с заданной точностью, особенно, конечно, касается вычислительных моделей, но в наших случаях, о которых я буду говорить, точность не так уж важна. Вот что очень важно, это экономичность. Потому что главная проблема, которую я вижу, когда люди начинают заниматься тестированием на основе моделей, это то, что они строят неоправданно сложные модели, тратят на построение моделей очень много сил. И через какое-то время это завязает в этом. Получается, что тот результат, который у них получается в результате использования этих моделей, не стоит затраченных усилий, что называется «гора-рогла-мышь». И я активно пытаюсь с этим бороться. То есть, когда я говорю про то, что нужно заниматься таким тестированием на основе модели, я всегда подчеркиваю этот момент, в первую очередь, экономичность. Нужно использовать много маленьких простых моделей. Тем более, что мы и так это делаем, и единственное, что нужно сделать, это поднять уровень сложности модели буквально на чуть-чуть, и я сегодня постараюсь показать, как это можно сделать. Ну и хорошо еще, когда модель универсальная, то есть одна и та же модель, может применяться во многих разных ситуациях. Что это означает? Это означает, что можно создать инструментарий, который будет использовать эти модели, и он будет применяться во многих случаях. Понятно, что каждый раз, под каждую конкретную задачу разрабатывать собственный уникальный инструмент для решения этой задачи, это неправильный путь к модели, должна быть достаточно универсальной, применимой в большом количестве ситуаций. Ну, во время моделирования мы, как я еще, уже только сказал, еще раз хочу повторить, строим несколько, много, может быть, даже упрощенных моделей. И вы все этим тоже занимались в школе, когда нарисовали всякие чертежи трехмерных фигур на двумерном листе бумаги. Проекция на двумерный лист бумаги, это в каком-то смысле модель. И задача тестировщика, в том числе и задача любого модельера, который строит модели, заключается в том, чтобы подобрать такой вот набор моделей, несколько штук, так, чтобы они в совокупности вместе, ну, достаточно полно описывали моделированные явления. В тестировании мы часто используем такой многочисленный, разнообразный набор упрощенных моделей, которые чаще всего используются для двух целей. Первая цель – это генерация тестов. То есть мы строим какую-то модель и при помощи этой модели создаем тесты. То есть модель подсказывает нам, какие тесты надо делать или как делать, может быть, алгоритм какой-то в ней содержится. Второй способ применения моделей – это оценка полноты. То есть мы оцениваем полноту тестирования, или иногда говорят полноту покрытия. Вот когда речь идет о покрытии, покрытие чего? Покрытие некоторой модели. Мы эту модель можем покрыть полностью, как раз потому, что она упрощенная. Теперь давайте конкретно уже, какие модели используются. Пока еще ничего сложного нет, пока все еще просто, сложно будет по второй половине. Это используют все. Ручные тестировщики, автоматизаторы, модели данных. То есть мы моделируем данные. Во время тестирования практически каждая техника тестирования предполагает использование некоторой модели. Самая популярная техника, которая в любой книжке описана в первой же главе – это разбиение на подобласти или разбиение на классы эквивалентности, анализ границ этих подобластей. Какая здесь модель? Вот, собственно говоря, вот эти подобласти, набор подобластей – это и есть модель, которую мы используем. То есть мы берем и заменяем сложное многообразие мира. То есть берем, говорим, вот у нас есть числовая ось. Давайте ее разобьем на три части до нуля, от нуля до некоторого максимума и больше, чем максимума. И будем считать, что у нас все значения внутри области эквивалентны. Но это и есть упрощение, это и есть построение моделей, когда мы говорим, что какой-то аспект для нас неинтересен. Мы не различаем детали. Вот это и есть моделирование. Упрощенная модель – все многообразие сводится к трем простым классам. Статистические модели, про них две конференции тому назад рассказывал Никита Нарюбин. Никиты нет здесь. А то я на него ссылаться сегодня неоднократно, а вдруг я что-то не то скажу. Ну так вот, он рассказывал про то, как применять математику в тестировании. И в том числе рассказывал про некоторые статистические модели. И, кстати, он задавал один вопрос, на который он не ответил. Я сегодня отвечу. Тоже мы берем и предполагаем относительно данных, относительно тестов, что они удовлетворяют определенному распределению. Якобы мы знаем, какому распределению они удовлетворяют. И, исходя из этого, каким-то образом создаем генерированные тесты. Покрывающие наборы, про которые тоже Никита рассказывал, анализ потоков данных. В самой программе или в модели, в которой мы строим, там, какую-нибудь блок-схему поведения, описываем таким образом. Ну и вот пример того, как эти модели могут быть изображены. Можно текстом их изобразить. Можно в виде каких-то картинок, табличек, которые показывают разные комбинации, сочетания. Табличек, которые показывают области и перекрытие этих областей. И диапазоны на числовой оси. Все это способы моделирования данных. Мы сводим ситуацию, сложную ситуацию, к более простой. То есть все, мы говорим, теперь из каждого класса эквивалентности надо взять по одному представителю. Упростили себе жизнь. Модерируем. Это как раз слайд из презентации Никиты Наветиной. Сколько тестов нужно взять в одном классе эквивалентности. С одной стороны кажется, ну да, вроде бы они эквивалентны. Согласно предыдущей модели, это правда. Согласно правде жизни, это, к сожалению, бывает не так. Поэтому мы можем здесь применить вторую модель, статистическую, и ответить себе на вот этот вопрос. Сколько же надо разных тестов попробовать? На этот вопрос нам отвечает наука. Так, давайте сначала все-таки слайд покажу, наверное, да? Экзит-полы. Или всякие маркетинговые исследования, или еще что-то. Вот предположим, выбор резидента, мы хотим заранее предсказать, какой же будут результаты этих выборов. И мы устраиваем опрос людей, которые выходят из участков. Но, естественно, мы опрашиваем не всех. Мы опрашиваем, скажем, каждого десятого, каждого сотого. И на основании этих ценных, оказывается, можно с достаточной точностью, не с абсолютной точностью, но с достаточной точностью, предсказать результат. Вот. Масс-статистика учит такие вещи делать. Причем, тут даже особо думать не надо, потому что специально для людей, которые в математике вообще не шарят, то есть для социологов, придуманы уже калькуляторы. В этот калькулятор вы просто забиваете информацию, с какой вероятностью вы хотите попасть, грубо говоря, что такое вероятность. Если мы будем устраивать 100 вопросов, то в 95 случаях мы не ошибемся. Угадаем результат достаточной точностью. Ну, а в 5 случаях ошибемся. Это точность. Доверительный интервал – это погрешность. С какой точностью мы угадаем. Мы говорим, президентом станет такой-то товарищ с 65% голосов. Ну, вот, плюс-минус 5%. Так вот, если у нас величина выборки, скажем, миллион человек, всего голосовавших, да, раз, два, три, миллион, да, то нажимаем кнопочку, хоп, опс, не то нажал кнопочку. Жесть. Действительно. Пять. Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть. Рассчитать выборку, оказывается, что, чтобы предсказать результат с такой точностью, достаточно опросить чуть меньше 400 человек. То есть, вот у нас миллион голосующих, а опросить надо чуть меньше 400, и вы в 95% случаев с точностью 5% плюс минус 5% предскажете результат. С тестированием происходит то же самое. Вот у нас класс эквивалентности, но мы же не знаем точно, классный или не класс. Точно они все эквивалентны или нет? Вопрос. Сколько надо попробовать разных значений, чтобы убедиться, что все точно эквивалентно? Ну, вот вам, пожалуйста, берите калькулятор, считаете и получаете ответ на тот самый вопрос, на который Никита в прошлый раз не ответил. Теперь вы знаете правильный ответ. Поехали дальше. Но с данными все просто. И вот эти модели, которые каким-то образом позволяют вам генерировать тестовые данные или оценивать покрытие тестовых данных, все-таки тестировщики используют достаточно часто. С моделью поведения сложнее. Модель поведения используется реже. Обычно, если даже данные моделируются достаточно строго, то поведение мы пускаем ситуацию на самотек. Простой способ. Первый, который я взял в кавычки, использовать какой-то набор линейных сценариев, откуда мы его бедем. Чаще всего мы при этом перекладываем проблему с больной головой на здоровую и говорим, давайте мы попросим аналитиков, чтобы они выдали нам набор сценариев. И теперь, и это не наша проблема, теперь пусть аналитики кому надо доказывают, заботятся о том, чтобы построить полный набор сценариев. Как они будут их создавать, как они будут их генерировать, по какому принципу, как они будут оценивать полное дело, это уже не наше дело. Но это, с моей точки зрения, нечестный подход. Но мы все равно при этом, конечно, данные в эти сценарии представить будем. И это будет наша часть работы. Но то, что мы перекладываем задачу генерации сценариев на кого-то другого, это не очень честный подход. Поэтому нам нужен еще какой-то способ модерирования, чтобы создавать сценарий и оценивать полноту. И здесь, пожалуй, единственный подход, который достаточно широко распространен, он универсальный, написан в литературе, и действительно применяется во промышленных масштабах, это диаграмма состояния переходов. То есть мы строим такую графическую модель, мы выделяем в нашей системе некоторый набор состояний, и понятно, что тут тоже выполняется фактически разведение на классе эквивалентности. То есть мы берем какие-то группы состояний, объявляем эквивалентные, и у нас получается, например, три класса эквивалентности, и мы говорим, что у нас есть три разных состояний, разных и различимых. И между ними есть какие-то переходы. Переходы – это операции, которые можно выполнять, и они переводят систему из одного состояния в другое. Достаточно много есть аналитиков, которые умеют проектировать требования в таком виде. В частности, те, кто телекомом занимаются, достаточно часто могут сталкиваться с спецификациями написанных в таком виде. Те, кто с документооборотом работает, там тоже аналитики умеют делать такие диаграммы. Ну, может быть, не везде это распространено. Но есть достаточно простые диаграммы, которые можно использовать фактически, ну, только для оценки полноты покрытия, потому что генерация примитивна. Это такие диаграммы, в которых все стрелочки идут в одну сторону, и нет ни разветвлений, ни циклов, то есть свернуть с пути никуда нельзя. Вот вы начинаете с какого-то начального состояния, и можете двигаться к этим стрелочкам. Вот у вас один переход, вот второй проход. И, по сути дела, все, что вы можете сделать, это построить весь набор, превратить эту диаграмму в набор линейных сценариев. Это почти то же самое, но все-таки у вас есть какая-то модель, которая доказывает, что набор линейных сценариев полно. Это уже лучше. Чуть-чуть лучше. Но мы будем говорить немножко о других моделях, о тех, которые предполагают возможность ходить по стрелочкам достаточно долго, возвращаться назад, то есть в них есть разветвления какие-то, в них есть циклы, и можно по этой диаграмме начать от начала и бродить очень долго, строить длинный сценарий. Соответственно, здесь у нас снова возникают те же самые два вопроса, как генерировать тесты и как оценивать полноту тестирования. Начнем со второго. Полноту тестирования оценивается достаточно просто. Вы берете и относительно этой диаграммы задаете какое-нибудь условие. Например, побывать в каждом состоянии хотя бы по одному разу. Считаем, что тестирование выполнено полностью, если мы этого добились. Все. Теперь, как вы будете обходить эти стрелочки, в общем-то, не принципиально. Главное, побывать в каждом состоянии по одному разу. Но это плохой критерий, сразу скажу. Почему? Потому что мы же тестируем, в конце концов, операции. То, что система может попасть в какое-то состояние, нас не так уж сильно интересует. Нам важно, чтобы по стрелкам по всем можно было пройти. Поэтому более распространенные критерии покрытия – это пройти по каждой стрелке хотя бы один раз. И опять-таки, у вас здесь остается свобода. Не важно, в каком порядке вы будете это делать. У вас нет определенного набора линейных сценариев. Можно обходить как угодно. Более того, на каждой итерации вы можете делать разные обходы. Главное, чтобы этот критерий выполнялся. Бывают и более сложные критерии. Некоторые умудряются построить такой обход, в котором встречаются все пары стрелок. Знаете, это аналог попарного тестирования. Для данных иногда можем вот так вот проверять все возможные попарные сочетания. И для операций тоже можем проверять все возможные попарные сочетания. Когда у нас есть параметризованные операции, то есть у операции есть какой-то параметр, то мы можем по этой стрелке ходить многократно. Столько, сколько у нас есть разных тестовых данных. Сколько нам данных дает модель. Но, вот как раз здесь и находится камень преткновения, который мешает людям использовать техники. Построение тестов на основе моделей сложно строить такие модели. То, что я называю словом явная модель. Ее надо все, во-первых, с самого начала описать. Причем описать параллельно, а вы же не всегда точно знаете, что будут все предсказать эти варианты поведения. А во-вторых, это просто трудоемкая работа. И инструментов таких практически нет, которые позволяют такую модель описать, потом по ней построить тесты. Хотя существует. На какой-то из предыдущих конференций даже про один из таких инструментов рассказывали. Я сегодня хочу рассказать про другой подход, который позволяет более плавно перейти от традиционных тестов в виде линейных сценариев к построению тестов на основе моделей. Это подход, который был разработан в рамках проекта Unitesk. Я тоже работал в этом проекте в Институте системного программирования Российской Академии Наук. Там было создано аж даже несколько разных реализаций этого подхода. И последняя, про которую я сегодня буду рассказывать, реализация, которая называется Sunner, она пока экспериментальная, прототип, она как раз обеспечивает наиболее плавный переход от старого вида тестов в виде набора линейных сценариев к моделям. То есть буквально маленькие изменения надо сделать, и вот вы все старые тесты можете постепенно вот так вот так, хоп, небольшими изменениями превратить в хорошие. В чем фишка этого подхода? Фишка этого подхода в том, что он позволяет описывать не вот так вот модели, а вот так вот. То есть вы описываете набор состояний, потом описываете переходы, которые могут куда-то везти, и все. Им какие-то условия относительно результата вы не предсказываете, вам не надо все вот этот вот безумный граф рисовать, он у вас в конечном итоге может быть получиться, и вы можете даже его нарисовать, а можете не рисовать, если вас не интересует конечный результат, интересует только полнота покрытия. По каждой стрессе пройти по одному разу хотя бы. Это вам инструмент в определенном смысле гарантирует. Ну и давайте посмотрим, как же это все происходит. Теперь живая демонстрация. Переключаемся. Среду разработки. Начнем, конечно, мы с простого, потом перейдем к чуть более сложному. Тест для логина. Это обычный традиционный тест, который написан с использованием фреймворка то ли G-Unit, то ли Test.ng, непринципиально. Тест для логина, тест для локаут. Мы логинимся. Тут у нас есть какое-то предусловие. Залогиниться можно только, если мы еще не залогинились, потом выполняем действие, потом выполняем верификацию, проверку того, что действительно мы вошли в систему. Локаут выполняется наоборот. Предусловие, что мы сейчас в систему вошли, потом, собственно, выполняется действие, потом выполняется верификация. Это обычный традиционный тест. Как он будет выполняться? Как это будет выглядеть? Выглядеть это будет так, как нарисовано слева. То есть вот у нас два теста, они выполняются, и все хорошо. Это набор тех самых линейных сценариев, спроектированных тест-дизайнером. А мы с вами сейчас превратим это в тесты на основе модели. То есть, по сути, будет примерно то же самое, только мы скажем, что у нас есть некоторое, в данном случае, фиктивное состояние, условно-единичное, и есть переходы, которые в это же состояние ведутся. То есть тот же самый логин, тот же самый логаут. Только они теперь перестают быть уже обычными тестами, и они становятся переходами в нашей модели. Так, как это будет выглядеть? Выглядеть это будет вот как. Так, опс. Вот так вот. Те самые пометочки. Тест. Тест-плагин, тест-плагаут, только теперь они импортируются из другого места. Видите, импорт. Импорт теперь из-за специального пакета. MB-тест, это как раз есть вот этот модуль-бейст-тест, специальный пакет. А по сути, практически то же самое. То есть, ничего не поменялось. Единственное, что мы поменяли, это аннотации, из другого места берутся. А внутри все тоже. Но магическим образом вот это вот изменение превратило наши линейные тесты в модель. Здесь нет никакого описания состояния. То есть, есть только вот эти вот описания переходов, которые вы видите, то есть он так же, допускатель. Но теперь уже это будет тест на основе моделей. Да. А почему переход, почему состояние одно? Потому что пока одно. А, пока одно. Да, сейчас мы усложним немножко сценарий. Теперь смотрите, что следующее? Какое следующее действие обычно делает человек, который проектирует обычные тесты? Он добавляет так называемый провайдер тестовых данных. Знаете, сейчас не буду переключаться уже в презентационный режим, так расскажу. Что имеется в виду? Теперь у нас тест становится провайдеризованным, и мы можем выполнять этот тест многократно. Выглядит это так. Тот же самый линейный сценарий, но он теперь уже выполняется 10 раз, условно говоря, да? И логаут, который выполняется один раз, потому что, ну что, его выполнять многократно. В чем проблема? Проблема в том, что когда мы выполняем тест для логина, мы все равно выполнили логин, а потом делаем логаут перед тем, как сделать следующий логин. То есть у нас все равно есть вот эти вот логауты, и мы в каждом тесте для логина неявно логаут все равно вызываем. Перед, после, неважно. Но это никак не учитывается при тестировании. То есть кажется, как будто мы тестируем только логин, хотя на самом деле мы делаем два действия – логин и логаут. Есть еще и лишние холостые проходы, потому что в конце мы выполняем еще специальный тест для логаута, а с вас мы его так уже много раз проверили. И более того, тест для логаута мы тоже не можем выполнить предварительно логин. Вот, получается, эти лишние холостые проходы. А в нашей модели что происходит? А в нашей модели никаких холостых проходов нет. Выполняется логин, выполняется логаут, потом снова логин с другим пользователем, снова логаут. Поскольку там есть у нас вот это вот предусловие, которое не дает нам делать логин повторно два раза, то у нас выполняется то один переход, то другой, то один, то другой. Когда есть возможность выполнять логин, когда нет возможности выполнить логин, тогда выполняется логаут. Это тоже неправильно. Неправильно это потому, что писать такие явные предусловия внутри перехода, это не честный способ, так товарищи, которые делают тесты на основе спецификации, не поступают. Они поступают иначе. Они описывают состояние. Состояние у нас будет очень простое. Вошел пользователь в систему или не вошел? Вошел это одно состояние, не вошел это другое состояние. Есть состояние и у каждой операции, у каждого перехода теперь есть так называемый ГАРД, он же предусловие, защитник. Выполнить операцию логин можно только тогда, когда мы не залогинились, выполнить операцию логал, там ниже, можно только когда мы в систему вошли. Видите, больше предусловия, здесь вот оно было предусловие, теперь внутри его нет, мы его вытащили наружу. Это теперь старая часть нашей модели. И превращается это вот в такую картинку. То есть модель там внутри уже получается. Мы ее не описываем, эта модель, она не явно возникает. В этом как бы главный бонус и состоит. Вот что теперь происходит. Мы теперь ходим в логин, логал, логин, логал. Эти тесты выполняются так вот один за другим, потому что мы теперь выделили два состояния, и все стало хорошо. И мы можем прямо видеть, как это происходит. Давайте я, уж чтобы было все по-честному, еще и запущу этот тест. Написано это для век приложения, с использованием библиотеки Serenium, поэтому сейчас еще браузер запустится. Все будет красиво входить, выходить внутрь. Три разных пользователя. Админ, эдитер, ест. Так, где там браузер? Вот браузер запустился. Внизу будут сейчас показаны переходы, которые выполняются. Вот, видите, выполняется. Логин, логаут, снова логин, снова логаут, снова логаут, снова логин, снова логаут. То есть мы прямо видим, что у нас эти тесты чередуются. Обычный инструмент, обычный типа Gintry TestNG, заставит вот так вот чередовать тесты практически нереально, потому что он не приспособлен для генерации тестовых цепочек. Он приспособлен просто для того, чтобы тупо выполнить то, что вы ему написали, вот это, в ровно в том порядке, в котором вы написали. А этот обладает достаточным интеллектом, чтобы выполнять эту цепочку переходов. Но пример, конечно, примитивный, поэтому давайте посмотрим что-нибудь более реалистичное. Добавление пользователей и удаление пользователей. Здесь у нас, кстати, все равно добавлять и удалить пользователей нужно только после того, как мы вошли в систему. Поэтому у нас все равно остается вот этот переход логин, чтобы войти в систему, все равно надо это сделать. И два перехода create user, delete user. Как это будет выглядеть? Выглядеть это будет примерно вот так, в традиционном виде. Ну, это, наверное, будет before-test, чтобы уж наверняка выполнился перед. Дальше несколько тестов для создания, один тест для удаления. А модель будет такая. У нас будет играться логин, у которой есть guard, или предусловие, что можно ее выполнить только тогда, когда мы в систему не вошли. И есть состояние, в которое мы можем выполнять операции создания и удаления пользователей. И вот мы и будем последовательно выполнять. Создать, удалить, создать, удалить, создать, удалить. До тех пор, пока не пройдем по каждой стрелочке по одному разу. То есть, либо по одному разу, либо столько, сколько нам генерирует вот этот вот провайдер-тестовый данный. Это тоже плохая модель. Вот эта плохая модель. Сейчас я попробую объяснить, почему. Она плохая потому, что она не учитывает созданных пользователей. То есть мы фактически все равно с ними работаем. Вот у нас там внутри есть достаточно сложные проверки. Мы запоминаем старый список пользователей, потом создаем пользователей, а потом сравниваем новый список пользователей со старым модифицированным. То есть он должен быть правильно старым, но добавленным пользователем. Это не очень удобно. Почему? Потому что вот этот список пользователей тоже, естественно, сделает частью состояния. То есть вынести из перехода все эти проверки, сделайте частью состояния. Сказано, сделано. Это можно делать даже в несколько заходов. Я их сейчас последовательно покажу. Первый заход. Состояние у нас остается всего старым. Мы только выносим вот эту переменную визер-лист. Так. Состояние все еще старое. Первый ход сделан. После этого первого хода мы подготовились к тому, чтобы усложнить состояние системы. Сделать его более насыщенным. И следующий шаг, который мы делаем, это создаем сложное состояние. Оно теперь будет уже состоять из двух частей. То есть отличие от предыдущего теста в том, что мы делаем более сложное состояние. Во-первых, есть информация о том, залогенительство системы или нет. А во-вторых, есть информация о том, сколько пользователей. И вот у нас теперь операция создания будет увеличивать количество пользователей, а операция удаления будет уменьшать количество пользователей. То есть теперь у нас появляются переходы между состояниями, система становится более интересной, более сложной. Выглядит где-то будет примерно так. Вот та модель, которая получится в результате из этого описания. Ещё раз повторяю, описание импринципное. Мы не знаем, какая модель получится, но если по факту посмотреть, она оказывается такой. Мы можем сделать логин. Из этого состояния тоже можно сделать логалок. Кроме того, у нас есть ещё вот эти операции создания и удаления, которые как раз меняют размер списка пользователей. Передавляется, удаляется пользователь. Я бы даже изобразил это вот так вот. Стрелочки туда-обратно. Все вот эти переходы возможны. И самое замечательное то, что теперь инструмент постарается, опять-таки вот этот инструмент генерации тестов на основе модели, постарается сделать такой обход, который пройдёт по всем стрелочкам по одному разу. Вам об этом заботиться не надо. И в этом плюс. То есть вместо вот этого вот просто один раз логин, просто по одному разу создать пользователя, какого пользователя дарить, мы получаем какой-то вот такой, ну, сложный достаточно сценарий, который проходит по разным состояниям, по разным переходам. Ничего для этого, практически никаких усилений не прикладывая, только описав более сложное состояние. А тесты внутри примерно такие же. Ну, только состояние теперь надо обновлять, конечно. Вот оно у нас теперь обновляется в конце. А по сути всё то же самое. Следующий шаг, который мы делаем, таков. У нас новые пользователи, которые добавляются, мы про них знаем всё. Мы знаем у них не только его имя и e-mail, мы знаем ещё и пароль. А у старых пользователей пароль мы узнать никак не можем. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас в одном сценарии мы могли создавать каких-то пользователей, потом выходить и залогиниваться под новыми созданными пользователями, мы должны хранить информацию о созданных пользователях и работать только с ними. То есть, в чём мы делаем дальше? Дальше мы делаем вот что. Мы отдельно храним список пользователей и отдельно храним список созданных пользователей. Про старых пользователей мы не знаем ничего, кроме их имён. Про новых пользователей мы знаем и имя, и логин. То есть, мы для покрытия, для проверок будем использовать полный список пользователей. Нам же надо убедиться, что при удалении пользователя удаляется только он, а остальные в порядке. А при операциях, когда мы работаем, Когда мы генерируем тестовые данные, мы будем работать только с новыми созданными пользователями. То есть разделение состояния на две части. Одна используется только для проверок, а другая используется еще и для действий. И для генерации тестовых данных. Ну и тест тоже мы поправим таким же образом. То есть мы будем создавать пользователей любых. А вот когда мы будем, например, удалять пользователя, мы будем удалять из одного из созданных. Когда мы будем логиниться в систему, да, здесь этого еще нет, это уже в следующем тесте, мы будем логиниться только одним из созданных пользователей. Ну и вот следующий шаг. Теперь мы добавляем и логин, вот у нас логин есть, и локаут есть, и работаем мы только с созданными пользователями. Где у нас созданный пользователь? Вот, видите, созданный пользователь. Если нет, наверное, созданного пользователя, ну тогда мы его будем использовать. Если есть хотя бы не созданный пользователь, тогда будем логиниться при помощи именно его. Ага, вот. Картинку упростим, получился такой вот чебурашка на боку. Обратите внимание на то, что у нас эта чебурашка уже раньше встречалась, только состояние было попроще, то есть состояние было простое, но по сути модель выглядела вот так вот. Сейчас состояние посложнее, но модель все равно, по сути, выглядит так же. Переходы стали параметризованными, состояние стало сложным, но модель, благодаря вот этой своей универсальности, все круто. И, наконец, последнее усложнение. Поскольку мы, если мы будем просто вот так вот логиниться, то мы сможем проверить только наугад, может или не может создать нового пользователя или удалить существующего пользователя тот, кто сейчас залогинился. Оно может быть разной ролью. Система поддерживает три разных роли. Администратор, редактор, который удалять пользователя не может, но зато может редактировать все остальное. И гость, который вообще только просматривать может. Соответственно, мы вводим вот это понятие роли, еще раз модифицируем состояние. Выражается это очень просто. То есть теперь мы берем и состояние, где у меня это состояние описано, вот. Добавляем еще одну часть. Состояние теперь будет еще информацией о том, пользователь с какой ролью сейчас залогинен в системе. И в зависимости от этого мы можем делать разные интеллектуальные проверки. Типа вот таких вот. Так, что это у нас за операция? Это у нас получается логин, неинтересно. Вот, создание. Если текущий пользователь администратор, не администратор, то тогда не должно быть вообще возможности перейти на страницу со списком пользователей. А если он администратор, то когда проверяется все остальное? То есть вот и проверки тоже становятся более сложными, разветвленными и интересными. Ну и, конечно, вот этот тест, поскольку в нем уже будет 4 разных операции, поскольку у него уже сложное состояние, параметризованные переходы, сделан некоторый дополнительный тюринг, который говорит, что операция создания имеет приоритет над операцией удаления, операция создания имеет приоритет над операцией логаусы, то есть сначала создавать, а только потом пытаться выйти из системы. Вот после всего этого тюнинга уже будет тест выполняться, конечно, достаточно долго, я буквально перед тем, как я сюда запустил его, посмотрел, и он по вот этой вот простенькой модели, по тому простенькому описанию генерировал сценарий, который состоит из 95 переходов. Вот такой вот длинный сценарий прошел. А описание у меня тестов по своему объему примерно такое же, которое нужно для того, чтобы протестировать вот на 4-х линейных сценариях, а там получается длинный сложный сценарий, состоящий из 95 переходов. Мораль. На первый взгляд кажется, что тестирование на основе модели – это ужас ужас. То есть там требуется какая-то математика, какие-то диаграммы состояния переходов, все сложно, а на самом деле нет. На самом деле эта лестница, она кажется сверху такой сложной, когда вы смотрите на вот эти инструменты, когда они применяются крутыми специалистами. Ну то же самое происходит и в любой профессии. То есть понятно, когда вы смотрите на работу профессионала, думаете, блин, нет, я так не смогу. Когда человек прыгает на велосипеде, там трюки какие-то делает, или на лыжах, не, нереально. Ну в общем, не обязательно так. Надо посмотреть на эту лестницу снизу и видеть, что ступеньки на самом деле не такие уж высокие, и вы запросто можете по ним двигаться постепенно. То есть тут нет такого, что надо куда-то нарезать забираться резко. Инструменты, которые позволяют вам делать плавный переход от обычных традиционных инструментов, типа G-Unit и TestMG, к тестам на основе моделей, они существуют, и переход очень плавный. Все. Вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Леша, спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность в этом МВ-тесте оптимизировать переходы? Ты говоришь, у тебя в конце получилось 95 тестов. Понятно, что он делает много действий, которые бы можно было оптимизировать за счет правильного прохождения по ретля. Что бы не повторять? Во-первых, он вечных переходов все-таки будет стараться не делать, но, конечно, оптимизация есть. В чем можно играть? Можно играть порядком генерации тестовых данных, можно играть переликетом операции, то есть какие стрелки имеют преимущество перед какими-то другими, и тем самым вы тюните и подстраиваете порядок обхода этого автомата. Иногда можно так подстроить эти тестовые данные, что у вас на самом деле не вся модель, то есть не весь граф обойдет, а только какая-то его часть, потому что неудачно настроили генераторы. Такое тоже невозможно, поэтому за этим надо следить. Алексей, спасибо за добавление техничности, инженерности в конференцию. Вопрос следующий. Мы в тесте указываем состояние до, но состояние после, как я понимаю, оно на рантане определяется. Да, в этом фишка настроения модели имплицитной. То есть получается, что модель генерируется по ходу выполнения по факту? Верно. То есть как получается, так и получается? Да. Вот. И я просто убедился, что я правильно понял идею. И вопрос в том, что определение текущего состояния в этом случае достаточно эссоемка, потому что нам надо просмотреть все предикаты, если оно все там... Ну и вообще оно должно быть как-то непротиворечиво получается. Ну потому что получается, что мы проходим кучу условий каждый раз. Я не считаю, что здесь есть какая-то проблема, потому что, понимаете, традиционный подход говорит, что вы заранее знаете, предсказываете состояние, в которое вы попадете, и вы все равно должны проверить, что вы у него пропали. Вот эта вот проверка, что вы попали в правильное состояние, она по своей ресурсоемкости точно такая же, как и вычисление состояния по факту. Ну, в данном случае мы проверяем один аспект, там, я залогинил или не залогинил. Мы не проверяем, что сейчас пользователи в системе 58. А здесь тоже эти проверки можно убрать, если вам не нужны и одна модель. Ну, нам нужно определить текущее состояние, нам надо, получается, перебрать все варианты. То есть посмотреть, чтобы понять полноту этого состояния, то есть все вычисления провести. И после этого мы сможем убедиться, где же мы на самом деле сейчас находимся. Если вас интересует только размер, то есть вам для вычисления состояния нужен только размер, то вы можете посмотреть размер списка в пользователях. Не обязательно весь его считывать и узнавать все их логины и пароли. Но если вы хотите, чтобы у вас была возможность и залогиниться потом тоже против пользователя, то мы эту информацию вынуждены хранить, читать. Проверки и генерация обхода, они друг от друга мало зависят. Хотите проверку усложнить, усложняйте, а обход оставьте тем же самым. Так вот, в чем достоинство именно имплицитного описания модели по сравнению с эксплицитным? Бывают негерминированные модели, когда вы точно не знаете, вот вы создаете пользователя, он то ли создастся, то ли нет, или вы удаляете пользователя, а у вас работает несколько сценариев в параллель, и он то ли удалится, то ли нет. Да, так вот, эти подходы работают даже в такой ситуации. Или, когда вы, например, работаете с памятью. Вам память не могут дать, а могут не дать. Добрый день, Алексей, Сергей Петров, компания «Кэффансы». По модели у меня вопрос следующий, я, честно говоря, не совсем понял. Он, модель, создал, точнее, ваш тест, создал 95 тестов, да? Среди них есть как тесты, залогиненные как гость, пытаюсь удалить его, или залогиненные как гость, пытаюсь удалить Эдита, залогиненные как гость, пытаюсь удалить гостя, да? Или... Вот это вот я хочу понять, потому что в тесте я не увидел вот этого момента. А давайте мы пытаемся строить все возможные варианты. Пока мы сейчас с вами обсуждаем вопросы, я запущу, а вы сможете смотреть, как он генерирует эти переходы. Сейчас их может получиться не 95, потому что он порядок выполнения недетерминирован. То есть заранее нельзя знать его вопросу? Можно сделать его детерминированным. Но у меня с текущими настройками он детерминирован. Можно съедить его как-то, чтобы он постоянно... Да, можно заставить его, чтобы он всегда одинаковый сценарий генерировал. А можно, наоборот, разрешить ему генерировать разные сценарии. В чем достоинство? Пару слов об автоматизации вообще. Зачем вообще автоматизацией занимаемся? Мы занимаемся автоматизацией с двумя целями. Первая – это выиграть время, то есть получить результат раньше. Ну, чтобы мы могли тесты выполнять чаще и результат получать раньше. Смолк тестирования чаще всего именно для этого делается при помощи автотестов. Есть другая цель – увеличить покрытие. То есть мы при помощи вот этих вот подходов можем генерировать тестов гораздо больше, чем мы способны и вручную выполнить, и даже вручную разработать. То есть написать вот этих линейных сценариев мы можем ограниченное количество. А здесь мы чуть-чуть подправили модель, и у нас хок сгенерировался принципиально другой сценарий. Еще чуть-чуть подправили. Вот эти отправки очень небольшие, но они приводят к большему разнообразию тестов. Увеличиваете тестовое покрытие. Вот что хорошо. А, повторить рандоматизм с генералематом? Чтобы у вас на действия в видеозаписи? Влоги, видеозапись. Вот у вас отчет есть. То есть здесь уже написано, какие действия в каком порядке выполнялись. Да, вот и смотрите на лог. А с ранее вы не знаете, как можно будет у вас? Можно зафиксировать, и тогда я точно буду знать, в каком порядке операция будет выполняться. А могу разрешить моему роботу проявлять определенную свободу воли? И это хорошо. Когда робот проявляет какую-то свободу воли, вы практически имеете тестирование методом свободного поиска, но автоматизированное. Алексей, спасибо за доклад. Время уже вышло. Если что, все вопросы можно будет задать позже. Хорошо, спасибо.